Графику проведения этой встречи Николая Патрушева и Джона Болтона можно фактически сверять часы, даже сверхточные швейцарские. Вот ровно за пять минут до анонсированного времени на территорию американского постпредства Прион, вот оно здесь за моей спиной, въехал кортеж с участниками переговоров, а ровно в 10 утра по местному времени, это 11 утра по Москве, как и было обещано, переговоры стартовали. Очень мало подробностей мы знаем пока, американская сторона очень следит за тем, чтобы была соблюдена конфиденциальность, поэтому можем говорить о каких-то пока только общих темах. Тем не менее, источники, близкие к организаторам этой встречи, подтвердили, что переговоры будут длиться около трех или даже четырех часов, после чего Джон Болтон предположительно может провести некий короткий пресс-брифинг, в ходе которого поделится некими деталями или, может быть, даже итогами этой встречи, если к ним все-таки сумеют прийти. Итак, о чем же говорят сегодня? Ну, это прежде всего, конечно, состояние российско-американских двусторонних отношений, отношений, которые, по выражению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, к сожалению, продолжают деградировать. И очень важно в этой ситуации все-таки попытаться найти точки взаимопонимания и понять, самое главное, насколько в поиске этих точек, в поиске главного взаимопонимания сейчас заинтересован Вашингтон. Еще одна очень важная тема – это, конечно, Украина. И надо сказать, что там за сегодняшними переговорами в Женеве следят особенно пристально, прежде всего, потому что уже завтра Джон Болтон должен приехать в Киев на парад в честь Дня независимости Украины. Этот визит очень широко украинцами анонсирован. И вот то настроение, с которым приедет Джон Болтон, оно, конечно, очень важно. А настроение зависит в том числе от того, как пройдут сегодняшние переговоры и чем они закончатся. Еще одна важнейшая тема переговоров, и это также подтверждают обе стороны, это, конечно, сирийское урегулирование. Здесь нельзя не вспомнить заявление, которое Джон Болтон сделал накануне, еще во время своей поездки по Израилю. Так вот, он рассказал о том, что Россия, я процитирую, якобы увязла в Сирии, и этот факт может стать определенным рычагом при тех самых переговорах в Женеве, которые проходят с Ивокер. Но заявление, конечно, не осталось без внимания Москвы. Дмитрий Песков назвал его некорректным. Ну, а высокопоставленный источник в Москве вообще напомнил, что если кто-то где-то и увяз, то это, в общем, та самая страна, безопасностью которой занимается Джон Болтон. Ну, здесь стоит вспомнить и Афганистан, и, конечно, Ирак, и ряд других неудачных военных компаний США за последние годы. В общем, пока мы можем сказать только одно, переговоры действительно стартовали, они будут очень важными и для одной стороны, и для другой. Анастасия Ефимова, Вести, Женева, Швейцария.